Первая глава третьего раздела Мера. Определенное количество какого-либо качества в своем единстве может быть абстрактно выражено в полноте через категорию Мера. То есть Мера это такое специфическое количество, которое дает определенное качество. Определенное количество качественно в том смысле, что оно представляет возможность наличному бытию быть отличным от иного или другого бытия. Как мы говорили в прошлой главе, мерой для яблок может выступать деревянный ящик. При этом в качестве меры можно использовать товарный вагон. Обе емкости содержат в себе определенное специфическое количество яблок и отличны при этом друг от другого. Мера. Всякое налично сущее бытие обладает величиной, которая составляет его бытие внутри себя, а при изменении его количества меняется его качество. Путем выхода за границу существования наличного бытия или иными словами, все налично сущее имеет свою меру. Например, внутри бочки помещается определенное количество яблок. В данном случае бочка выступает мерой для измерения количества яблок. У бочки есть габаритные размеры, которые служат границей для яблок и не дают выпадать за пределы бочки. Определенное бытие содержит в себе некое количество. Это содержание можно немного увеличить или немножко уменьшить, но делать это нужно крайне осторожно. Если изъять слишком много содержимого, мы тем самым выйдем за границу бытия, то есть в бытие может случиться момент прихождения, когда оно погибает. Если добавить слишком много, то мы перейдем в следующую границу и произойдет момент становления, когда наше бытие перейдет в новое качество из-за изменения количества содержащихся в нем. Если из бочки, стоящей у соседа по даче, вынуть парочку яблок, этого никто не заметит. Но если вынуть все яблоки, то бочка окажется пустой и она перестанет быть бочкой яблок, она просто станет пустой бочкой. С другой стороны, если мы в полную бочку яблок запихаем еще немножко яблок при помощи пресса, то она превратится уже в бочку с яблочным пюре. Специфирующая мера или масштаб. Получается, что существует некая специфирующая мера, которая является правилом для существования наличности сущего бытия. Правило – это определенная величина, которая служит единицей в некотором определенном количестве, то есть является масштабом. Если соотнести два качества между собой по количественному наполнению, то это тоже будет мера. Из чего следует, что мера является переменной величиной, а значит и снятым количеством. Возвращаясь ко второму разделу первого тома большой логики Гегеля, мы снова берем различные множества с удержанием их границ и сравниваем между собой. Мы можем сравнивать разные бочки яблок между собой, а можем сравнивать товарные вагоны по количеству наполнения их яблоками при помощи как раз такой меры, как бочка. Вы, конечно, можете возразить, что яблоки бочками никто не мерит, но нефть до сих пор мерится в баррелях. Бочка нефти является определенным правилом. Она должна содержать 159 литров и выступает эталонным меры для нефти. Формальная логика. Математики, то есть формальной логики, меру используют как переменную, через которую дают определение иному. Указав количественное соотношение к исходному качеству, мы получаем то самое определение. В школьном курсе математики каждый сталкивался с переменной P, G и многими другими. Гегель отмечает, что и в других науках неплохо бы описывать законы природы через количественные определения, состоящие из качеств. То есть взаимосвязь через меру соотношений между вещами и явлениями. На практике мы сталкиваемся с категорией меры не только в математике, а когда оперируем еще и масштабом. Масштаб работ, масштаб личности, масштаб мероприятия. Степенное отношение. Посмотрев на меру как бытие для себя, нужно констатировать, что количество всегда прячется за определенной величиной, составляющей нечто целое. Так, количество долек в яблоке, равное 360 градусам, составляет целое яблоко. Определенное количество яблок прячется в ящике и составляет целую товарную единицу. Сравнивая две стороны бытия, мы должны констатировать, что они по своей сути моменты одной меры, то есть ящик яблок — это мера существования товара в магазине. Когда ящик наполняют яблоками, то это момент становления меры, а когда ящик опустушает, то это момент прихождения меры, как самостоятельного наличного бытия. Разобрав меру со всех сторон, как это делалось в предыдущих главах с остальными категориями, мы совсем скоро перейдем к сущности или ко второму тому науки логики. Спасибо за внимание.